Данзан Давидович Тундутов, калмыцкий князь Найон из рода Чарос, правнук Джамба Тайши Тундутова, участник Первой мировой войны, атаман Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны, первые из калмыков удостоены ордена почетного легиона, сын известного мецената Цирена Давида Цаджиновича Тундутова. В 1906 году закончил Катковский лицей и в 1908 году Пажерский корпус, по окончании которого был выпущен корнетом в Лейбгвардии Гродненский гусарский полк. Во время Первой мировой войны служил адъютантом Верховного главнокомандующего на Германском фронте, с 1915 года был адъютантом командующего Кавказским фронтом Великого князя Николая Николаевича. 16 марта 1917 года Тундутов прибыл в Астрахань Кавказского фронта для участия в съезде калмыцкого народа. 25-26 марта 1917 года на Первом съезде калмыцкого народа в Астрахани Найон Данзан Тундутов был избран членом калмыцкого исполкома, ведущим делами коневодства, главного органа управления калмыцкой степью. Открыто заявляя о своих монархических симпатиях, подверг аресту прибольшевистскими матросами-солдатами-дезертирами за монархиерическую пропаганду во время съезда. Однако затем с помощью калмыков был освобожден. 16 мая 1917 года Данзан Тундутов вместе с калмыцким общественным деятелем Намтуачировым по поручению Центрального комитета по управлению калмыцким народом отправился в Петербург, чтобы заявить протест временному правительству по поводу раздела калмыцкой степи Астраханской губернии, ныне Республики Калмыкия, после которого произошло бы административное разделение калмыцкого народа. В это же время агитировал калмыков Астраханская и Ставропольская губернии перейти в казачество, чтобы сохранить свои земли от самозахватов, которые осуществляли крестьяне соседней губернии. Начал переговоры о создании калмыцкого казачьего войска с донским и астраханскими атаманами. Переход в казачество был официально оформлен 29 сентября 1917 года. После создания калмыцкого казачьего войска и вхождения его на федеративных началах в астраханское казачье войско, князь Тундутов был избран калмыками главой калмыцкой части войска и назначен вторым помощником по калмыцкой части войскового атамана астраханского с присвоением чина полковника и представителя калмыков и астраханских казаков в Юго-Восточном союзе казачьих войск. Горцев Кавказа и вольных народов степей. Юго-Восточный союз. ЮВС. В 1917 году власть в астраханской губернии захватили при помощи матросов и солдат-дезертиров большевики и создали параллельные структуры власти в виде советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые, упразднив астраханское казачье войско, стали осуществлять самочинный передел казачьих и калмыцких земель и собственности, проводить террор и репрессии в отношении гражданского населения астраханской губернии. Несогласные с данными действиями, 1200 астраханских казаков, среди них 300 калмыков, во главе с атаманом астраханского казачьего войска Бирюковым подняли 12 января 1918 года восстание и попытались вернуть контроль над Астраханью. Но в результате упорных уличных боев были разгромлены и выбиты из города. Вместо арестованного и позднее расстрелянного большевиками Бирюкова атаманом астраханского казачьего войска был выбран калмыцкий наем Тундутов, который увел остатки восставших казаков и калмыков через калмыцкие степи на Дон. В мае 1918 года Тундутов прибыл в Грузию в качестве представителя Юго-Восточного Союза на Батумскую конференцию Закавказской Федерации Грузии, как атаман астраханского казачьего объединенного с калмыцким войска. Завязав там деловые и дружеские отношения с представителем германского правительства, на Батумской конференции в составе делегации представители Грузии и Юго-Восточного Союза выехал 28 мая 1918 года из Поти в Констанцу, а затем поездом в Германию. 3 июня делегация прибыла в Берлин. После встреч с министром иностранных дел Германии фон Кульманом, а затем с императором Германии Вильгельмом II и офицерами германского генштаба, Тундутов договорился о создании антибольшевистской армии из астраханских калмыков и казаков. Получив заверение о помощи, Тундутов через Варшаву и Киев привыл 11 июня в сопровождении одного из лидеров киевских монархистов герцога Лейхтенбергского и своего старого соратника Добрынского Новочеркаска. К Донскому атаману Краснову с посланием федмаршала Эйхгорна, командующего германскими войсками на Украине, о поддержке скорейшего образования Юго-Восточного Союза. Летом 1918 года на Дону, отступившие из большевистского Нижнего Поволжья на территорию Всевеликого войска Донского, астраханские офицеры, чиновники и казаки во главе с войсковым атамантом Найоном Данзаном Тундутовым воссоздали войсковую структуру и воинские части астраханского войска. Важной приспосылкой к этому стало то, что на территории Донского войска откочевала, спасаясь от большевистского террора, значительная часть астраханских калмыков, опираясь на помощь донского атамана Краснова, немецкого генштаба киевских монархических организаций, гетмана Скороподского, с которыми он заключил союз, Данзан Тундутов сформировал фактически новое единое казачье калмыцкое астраханское войсковое правительство и приступил к формированию монархической астраханской армии под командованием генерал-лейтенанта Павлова. В январе 1919 года в Ростове-на-Дону состоялось расширенное заседание астраханского правительства, на котором Тундутов по наставлению Деникина был лишен атаманского звания и отстранен от дел. Исполнявшим обязанности войскового атамана стал сторонник Деникина, председателя астраханского круга и правительства Ляхов. 8 февраля 1919 года Данзан Тундутов подал в отставку. В сентябре 1919 года, вновь вернувшись в калмыцкие степи, Тундутов выступил с программой расторжения договора с астраханскими казаками и образованием из калмыков особого волжского казачьего войска. Призвал к свержению прежнего руководства, как дискредитирующее себя политикой и не отвечающее интересам калмыцкого народа. Выступления Тундутова способствовали обострению противоречий между промонархическими калмыками и астраханскими казаками, оставившими свою землю от самозахватов и передела земельных границ с одной стороны, и прабольшевистскими, русскими и нагородними, крестьянами и мещанами Астраханской губернии, желавшими осуществить земельный передел калмыцких и казачьих земель в свою пользу с другой стороны. Большевики, играя на собственнических интересах русского крестьянства, разжигали рознь и натравливали крестьян на казаков и калмыков, обвиняя их в контрреволюции. Сторонники Баянова развернули кампанию в поддержке союза с казаками и продолжение борьбы под лозунгами «Единая неделимая Россия». Назревала необходимость созыва Калмыцкого съезда, основанием созыва которого стала информация о расстреле большевиками в начале октября арестованного ранее астраханского войскового атамана Бирюкова. Решающим фактором в этом споре стало давление Деникина. В октябре 1919 года на Калмыцком съезде в Элисте Тундутов был арестован представителями Деникина и вместе с Ачировым был вновь выслан Деникиным с территории, занимаемой Сюр. Тундутов эмигрировал в Европу. В ноябре 1922 года, поддавшись на обещание амнистии, которое предлагало бывшим чинам Белой армии и иммигрантам коммунистическое правительство СССР, он вернулся в Россию и был арестован Восточным отделом ГПУ. И после 17 дней заключения был освобожден. Дандан Тундутов поставился устроиться на службу в РККА, но не получил разрешения особого отдела ГПУ. Осознавая тяжелое и бедственное положение калмыков и казаков, которые по вине Деникина оказались в эмиграции, Тундутов подал рапорт генералу Брусилову, переданному затем Троцкому, излагавшим тяжелое положение калмыков и казаков за границей и проект реевакуации всех бывших чиновников Белой армии в России. 14 апреля 2023 года Дандан Тундутов был снова арестован. Постановлением судебного заседания коллегии ГПУ, от 2 августа 2023 года Дандан Тундутов был приговорен к расстрелу. 7 августа 2023 года Дандан Тундутов был расстрелян во дворе Московской Яовской больницы, которая в то время была ведомственной больницей ГПУ. В настоящее время во дворе Яовской больницы находится памятник жертвам политических репрессий, расстрелянным в 1921-1926 годах. На этом камне укреплена табличка, на которой указано имя Дандана Тундутова. После расстрела Дандана Тундутова его жена Ксения Александровна, урожденная Бригер, дочь генерала Бригера, вместе с сыном Николаем вернулась в Германию. Заключением Генеральной прокуратуры от 13 марта 1993 года на основании закона РСВСР, от 18 апреля 1991 года Дандан Тундутов был полностью реабилитированным за отсутствием состава преступления. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендифт НБ». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пуд, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.